А теперь давайте представим себе, ради чего это делается. Вот этот вот закон принимается. Вспомним, надо сказать, что у власти давно был соблазн ввести подобного рода закон. Я вспоминаю попытку Ирины Фриз, это еще из БПП. Это было в 2015 году, когда она хотела ввести закон об усилении ответственности за неповиновение власти. Я даже не помню. Но это провалилось. Да, это Ирина Фриз отметилась. То есть у власти все время крутится усилить эти возможности. Это вот такой момент. Далее, вы видите, попытка законопроекта наема и группы усилить ответственность за неповиновение. Опять же таки, оно все связано с этой инициативой Авака. Вы помните, именно законопроект наема. Так вот, получается, что законы 16 января – это детский лепет по сравнению с этим. Почему? Почему? А я объясняю. Почему? Потому что законы 16 января были приняты в экстремальной ситуации, которая считалась, что она есть, она закончится, а дальше и все. А здесь экстремальная ситуация будет постоянной. Почему? Потому что полицейские и силовые структуры будут обладать неограниченными полномочиями. То есть он будет решать в этот момент, что ему делать, как ему поступать и так далее. И мы уже видим, как он это делает. То есть, опять-таки, алиби на применение насилия. Причем абсолютно. Теперь, значит, возникали споры были вот в чем. Они говорили, что, мол, дескать, вот так вот на Западе, что, понимаете, там дается возможность, что полицейский защищает закон, поэтому он, так сказать, служит закону, а мы не можем его критиковать в этот момент, ну, я вам скажу даже, что, смотрите, сколько скандалов было даже в Соединенных Штатах по поводу неправомерного расстрела людей и так далее. Но там действительно, ну, ты представляете, это в государстве, где действует закон. И даже там. А можете себе представить государство, где этот закон не писал? Что начнется, понимаете? И в этом контексте я хочу просто привести такой пример. Вот недавно были случаи, был суд, вот когда был суд над Завирюхой, вот повторно, да? И что вытворяли там полицейские? То есть суд был типа открытым. Но туда не могли пройти адвокаты, туда не могли пройти просто, как говорится, ну, сочувствующие, просто активисты. Вот. И вот мой друг и в жизни, и на Фейсбуке, известный гражданский активист Александр Кравчук, очень известный борец с властью вот такого рода, он еще и юрист сам по себе. И вот он пытался разговаривать с полицейскими языком юриспруденцы. Он говорит, я имею конституционное право пройти в суд, почему вы мне мешаете? Эти стоят с каменными физиономами, да они вообще даже не считают нужным отвечать. То есть они действуют не по закону, они выполняют приказ, который может быть незаконным. Понимаете? Он может быть любой. Но если полицейский получает право, если он прав, то вы понимаете, то что он служит незаконно, он служит конкретным людям. И более того, если идет презумпция правоты полицейского, то значит был прав Беркут, который расстреливал майдановцев. Ну и Майдан тогда был бы невозможен. Да, конечно. Вообще ничего невозможно. Нет, получается, а тогда согласно этому закону, чем виноват Беркут? Ему сказали, это вот незаконная попытка свержения законной власти. Вы должны употребить оружие. Формально, да. Формально. Речь идет о формальных вещах. И тогда вот Захарченко сказал, что дает право на использование огнестрелов. Все сказали, боже, какой ужас. А сейчас это право, пожалуйста. Без всякой здесь днену, ну все уже, человек может стрелять. И более того, уже страшные вещи происходят. И это, я еще раз, я заканчиваю эту тему. Не, не, я хотел, вы не заканчиваете, я просто хотела чуть-чуть уточнить. Да, конечно, да. А вот, Алексей, тут же есть другая проблема. Вот вы тоже на это сделаете, вот тоже акцент. Потому что ведь много людей вернулось с фронта с оружием. И на самом деле много оружия в стране. И в Киеве, и вообще везде, да. Вот многие оппоненты, они вам скажут, ну а как же вот здесь быть? То есть никто же не исключает, что если раньше там просто, ну, люди ходили без оружия, там могли вести себя как угодно, да. А тут вот уже оружия же полно. Многие говорят, что там уже сотни тысяч. Да, говорят, да, да, говорят миллионы. Миллионы уже, да. Да, да, да. И что? И что тогда? Да, вы понимаете, существуют же определенные, опять-таки, правила, записанные в статуте полицейского. Я еще, когда начались первые нарушения полиции, мне просто, мне было интересно посмотреть законы полиции, вот как они должны применять силу. Вот. И там было написано, что должна быть определенная пропорция, то есть, допустим, вот мера угрозы полицейского и мера применения насилия. То есть, если этой пропорции нет, то это очень... Понятно, что если кто-то стреляет, достает пистолет, то полицейский должен защищаться и стрелять в ответ. Но вы понимаете, когда недавно вот было видео, как полицейские запаковали дедушку, который продавал картошку, где-то в Полтаве. Вот он вышел, продает себе картошку. Так они не просто его сказали дедушку, уйдите, мы его спорим. Нет, его надо заломать, ему надо сделать эти самые... То есть, люди получают от этого кайф. То есть, понимаете, получается великолепная для них возможность проявлять какие-то садистские инстинкты. Вот туда очень многие люди идут, из бывших беркутовцев и так далее, то есть, им нравится насилие. То есть, это вот, повторяю, это есть некое приглашение к насилию. Для того, чтобы для чего? Запугать людей перед возможными акциями какими-то, перед возможным Майданом, чтобы вообще на корню пресечь. То есть, вы думаете, что это все-таки попытка пресечь возможные выступления и протесты? Да, да. Почему? Потому что Аваков с самого начала сказал, что люди будут стрелять. Будут стрелять на поражение. Но Аваков сам же принимал участие в Майдане. Он принимал, но вы же понимаете, что он-то как раз прекрасно знает, как с этим бороться, потому что он принимал в этом участие. Он прекрасно знает, что нужно сделать для того, чтобы третий Майдан не появился. И вы знаете, очень часто люди, которые приходят на волне революции, они являются более жестокими и жесткими, чем те, против кого они боролись. И в этом плане, знаете, меня пугает вот подобного рода вещи, что как раз Аваков принадлежит такого рода людям. И он, в отличие от Порошенко, который часто колеблется, боится и так далее, Аваков идет на пролог. Поэтому слухи о его возможном президентстве меня очень пугают. А есть уже такие слухи? Ну, постоянно, даже в вашей студии говорилось, что Виктор Небоженко, он об этом говорил, что амбиции колоссальные. И я повторяю, что вот тогда мы получим очень серьезные вещи, страшные вещи, к сожалению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!